всем привет сегодня мы поговорим про один из моих самых любимых ножей из моей коллекции это собственно giant mouse grand вот такое вот исполнение это еще то самое трушное самое самое первое исполнение покупался нож ну практически год назад на вам не разумеется и за год не есть что вам рассказать и так уж получилось что у меня есть его ну скажем так не тиковая версия которая называется джем 5 давайте я вам немножко напомню сначала про сам бренд бренд был основан в 2015 году между двумя очень известными уважаемыми европейскими дизайнерами йенсом энзо и яспером вокснесом и их американским другом джимом вирсом это известный американский бизнесмен так вот и они решили что почему бы не делать интересные ножи в совместном дизайне каждый из ножей они протестируют там проверяют и все остальное и сделать вот такую вот линеечку в линейке эйс из которой собственно у нас грант это ножи без ограничения серии просто выпускаются малыми партиями там периодически и собственно сама линейка giant mouse это ну условно типа кастом и у них упаковка идет совсем другая вот эти ножи делаются 400 штук всего и дизайн снимается с производства причем я вам скажу больше вот конкретно у этой модели было 300 ножей вот такие светлые и 100 ножей были темные с бронзовыми акцентами они с голубыми как здесь разумеется это все титан но при всем при этом это одно и то же производство одни и те же материалы по клинку но самая фишка я об этом узнал сравнительно недавно просто я на это раньше не обращал внимание что вот ножей всего 400 300 светлых и 100 темных и во всех моделях именно в линейке джейн джейнт маус 25 процентов этих ножей идут в специальном исполнении у которых внутри логотип вот это вот самая мыша она пират у нее на одном глазу повязка я про это если честно не знал мне очень нравится как парни подходят к выбору названий вот конкретно у этого ножа название grand названа в честь их любимого отеля за grand hotel нюрнберг это тот отель в котором они регулярно останавливаются когда посещают выставки его и у них там есть даже любимое питейное заведение ательер бар в котором как правило начинается и заканчивается выставка но теперь давайте непосредственно по характеристикам я был крайне удивлен когда взвешивал этот нож и джейн 5 разница совершенно небольшая для титановой версии это вес в 147 грамм для микартовой всего 135 длина рукоятки 116 миллиметров в самом толстом месте это 14 миллиметров титановый бэкспейсер вот такая приятная стальная проволочная клипса перебрасывается на противоположную сторону землячное отверстие не совсем в привычном для меня месте но она здесь очень хорошо вписано и как вы видите за год носки микарта приобрела такое вот мой прям вот оттенок смысле что где больше всего ее носишь она там притирается нож такой сразу как будто бы прям супер поработанный хотя здесь еще до сих пор заводская кромка в осевом используется подшипник к сожалению стальной такой же как и шарик детента в лайнере здесь лайнер лог лайнер достаточно толстый полтора миллиметра это нержавеечка 420 каленая у меня вот то самое первое трушное исполнение с stone wash мне с сатином как были вот последние версии вот такая вот красота логотип эйс есть насечка вот здесь вот на обы чтобы можно было сюда вот так далеко вынести палец можно даже взять нож вот сюда поближе тут вроде как вот такое тупье но на клинок рука не сваливается клинок 85 миллиметров полезных 79 4 миллиметра в обухе это elmax супер клин к сожалению твердость никак нигде не заявлено нам предстоит это еще выяснить ширина клинка 31 миллиметр из них 28 это спуск и сведение от 0 4 до 0 7 на кончике а 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 Не просто так говорят, что Vox и Enzo это два дизайнера, которые очень много внимания уделяют эргономике. Это так, у меня на данный момент пять ножей от Giant Mouse. И мне нравятся дизайны и того, и другого, но с появлением того самого Giant Mouse я на самом деле уже перестал отличать, где какие. Мне уже проще говорить, а это что-то типа из Giant Mouse, когда видишь новое их творение, потому что у них очень много стало таких вот акцентов, форм и всего остального. Нож показал себя в работе очень неплохо. Я не могу сказать, что я прям супер много им работал за это время, но кое-что поделать удалось. У него не совсем резачковое сведение, потому что оно достаточно серьезно расширяется кончику. Это хорошо, что его не обломишь, а что ножом вполне можно комфортно работать. Микарта, мыл я ее уже несколько раз, там что-то даже жирное на нее попадало, высыхает. Ну и вот только видны вот эти вот места, где больше всего соприкасается с рукой. Во всем остальном, блин, нож реально один из самых любимых. И вот с него, собственно, началась вот эта вот моя тяга к микарте. Сейчас у меня много разных микартовых ножей, и вот эта вот микартовая чума, она продолжает прогрессировать. Давайте я вам покажу, как нож устроен внутри, чтобы вообще понимать, что там и как. И заодно посмотрим на логотип. Но повторюсь, пират-мышь только на серии Giant Mouse. Вот у меня, я не просто так сказал, что трушка. Первая, второй выпуск мне не очень понравился. Это были ножи, которые были сатинированы в той же стали, тоже в Elmax. И там была такая крупная джутовая микарта. Ну вот прям совсем мне нож не понравился. Я знаю, есть небольшой мне инсайт, что впереди нас ждет очень клевое исполнение этого ножа. Совсем не в микарте. И я думаю, весной мы его с вами увидим. Вот. Тем не менее, нож для повседневки отлично подходит, несмотря на стальные подшипники. Да, что здесь у меня стоят стальные. Я так ничего за год и не поменял. Просто, ну там, если что-то им порезал, помыл, я просто беру и капаю капельку этого маслица. И уже с маслом продуваю. Тогда, в принципе, вроде как проблем нет. Ну, это как бы такой небольшой дискомфорт. Но, поверьте мне, нож мне нравится очень сильно. Вот видите, давно, например, нож не доставал. И, видимо, что-то у него немножко подрожевело. Потому что механика, вот я за спайди флипа, не открыл. Тем не менее, давайте посмотрим на то, как он режет продукты и строгает. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и, безусловно, Микарта значительно теплее, чем Титан. Да, потому что это просто больше такая коллекционная штуковина. А этим вполне можно пользоваться. Тем более, я еще брал, когда он стоил типа 12 тысяч рублей. Вот такой вот был курс. Опять же, год назад. Что сейчас они последний раз были тысяч, наверное, по 16 рублей, да, при переводе. Сколько будет стоить следующий, даже не знаю, боюсь представить. Но следующее исполнение мне очень интересно. Поэтому, если наткнетесь где-нибудь на нож, крайне рекомендую. Даже без замены вот этих вот подшипников, шарика детента, все остальное. Очень нравятся мне их дизайны. И они именно практичные. Сейчас у меня есть в поюзе вот этот нож. Ну, этот не юзается, лежит в коробке. Есть у меня Клайд. Есть у меня Риф. В пути у меня Нимбус второй. И что-то, что-то у меня есть еще, что мало пользуюсь. А, и у меня сейчас лежит Иона. Поэтому вот такой вот у меня ассортимент. Но вот эти вот ми-картовые ребятки мне заходят, конечно, больше всего. Вот такое сегодня видео. Оно было больше такое историческое. Про габариты, про все остальное. И это прям вот как своего рода лимитка. Да, что это как вот проморгал один раз, второй раз точно в таком же исполнении уже не выпустят. На этом, наверное, и все. Всем спасибо. Пока.